здравствуйте вы на канале music market меня зовут ярослав макарич и мы продолжаем серию видео о классических гитарах немецкого бренда la manche в предыдущих роликах мы познакомились с самим брендом и несколькими бюджетными сериями гитар для новичков а сейчас рассмотрим два инструмента из серии предназначенный скажем так для прокачанных новичков для тех кто настроен работать и развиваться максимально серьезно название серии pedro preciosa по-испански значит драгоценный камень и воплощает в себе высочайшее качество ля манча каждая гитара этой серии является уникальной драгоценностью сочетающий в себе классическое мастерство и нетрадиционные материалы которые обеспечивают неповторимый самобытный характер и сегодня в нашем обзоре сапфир и опал начнем с сапфира верхняя дека из массива канадского кедра нижняя из пауфера ну сейчас мы послушаем как звучит этот массив ну первое впечатление об этом инструменте могу сказать одно если поменять струны поставить более жесткие то в принципе эта гитара подойдет мне для гастрольного турны достаточно мощный звук протяжный очень мелодичный инструмент певучий все как я люблю вы можете ознакомиться на сайте magic market с подробной характеристикой по всей фурнитуре из чего сделана эта гитара но опять таки по моему опыту не всегда влияет материал деревом и материал ладов накладки грифа калки на звук даже если взять вот эту модель и несколько разных гитар то они будут звучать скорее всего по разному поэтому для профессиональных музыкантов или для людей которые не первый год живут с инструментом это отличнейший вариант сейчас мы рассмотрим модель опало sx верхняя дека в этом инструменте изготовлена из массива немецкой ели нижняя дека из экзотического махагония по традиции как и на всех гитарах ля манча установлены струны известной компании саварес сейчас мы посмотрим и послушаем как звучит массив немецкой ель ну что я могу сказать по поводу этого инструмента в отличие от сафиры она конечно звучит немного по другому но она и выглядит совершенно иначе во первых она глянцева в глянцевости на мой взгляд есть и плюсы и минусы например если мы будем играть какую-то экспрессивную музыку там в стиле фламенко и можем случайно зацепить корпус деку пальцами ногтями то на этой гитаре следов не останется на матовой гитаре они обязательно появятся но это как бы плюс но есть и минус он заключается в том что все лакированные инструменты они немного тусклее звучат если мы сейчас говорим про ученический выбор то скорее всего ребята выберут гитару которая блестит но я хочу сказать одну такую вещь это гитара и этот инструмент они обе подходят как для начинающих гитаристов прокачанных новичков она также может подойти и для профессионального музыканта интересная такая получается история что за такую бюджетную цену можно приобрести достойный инструмент и на нем отыграть сольный концерт если вдруг сейчас нас смотрят обладатели таких гитар то будем рады если вы поделитесь своим опытом в комментариях расскажите про плюсы и минусы и что на ваш взгляд лучше глянцевой гитаре что лучше в матовой гитаре это будет очень важно и ценно для тех людей которые сейчас выбирают себе инструмент с вами был ярослав макарич увидимся на концертах и на канале music market макарич увидимся на канале Продолжение следует... Продолжение следует...